Так получилось, что и в Венецианском бейдаре эта работа была заглавной. Она была также на всех афишах, на всех рекламах, на всех постерах. Экскурсию по новой степи Зарикто Доржиев начинает с портрета сына. Мантра – одна из главных картин выставки. В ней сразу же раскрывается несколько тем. Это детство, к которому часто обращается художник, и свободный дух кочевника. Постоянные войны и подвижность культур – прошлое и настоящее. Европейская и Восточная цивилизации. Всё это автор умело сплёл воедино, переосмыслив привычные образы. Зарикто здесь работает абсолютно в другой технике. Техника наслоения разных красочных слоёв, разных фактур, но применяя какие-то совершенно новые современные элементы. И я думаю, это начало другого пути. И мы ещё увидим совершенно другого Зарикто. Среди почти 40 картин, как уже знакомые зрителю, так и написанные специально для проекта. Но художник пошёл ещё дальше. Теперь Зарикто Доржиев мечтает оживить их и уже начал эксперименты с иммерсивными видео. Погрузить зрителя внутрь полотен – следующий этап. Как признаётся мастер, задумка может перерасти в отдельную мультимедийную выставку. Умение совмещать несовместимое, ну для меня, например, очень важная задача. Чуть ли не, ну не самая приоритетная. И если это удаётся, то ты чувствуешь себя, ну, неким победителем. Потому что вот здорово, я сейчас вот это победил. Новая степь – размышления об истории и жизни в современном порочтении. Здесь соединяются хулиганство и классика, кинематографичность и поп-арт. Увидеть работы известного брятского художника своими глазами можно до 6 декабря в музее имени Царинджа Пасампилова. После выставка отправится дальше покорять зрителей по всему миру. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня.